всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду ну как понравилась вам такая закуска на самом деле это были мои бездарные потоки оформителя а ролик сегодняшняя затея только для того чтобы поделиться с вами чужим рецептом огромнейшая благодарность люди хозяйки дома в которой снимался ролик про тандыр и просто замечательно человеку сегодняшний рецепт пасты не знаю соуса в общем сегодняшней закуски целиком полностью ее не обращайте внимание на кажущийся примитивизм рецепта на самом деле это тот самый случай когда гениальность в простоте и так для сегодняшнего рецепта нам понадобится баклажаны чеснок базилик сметана или йогурт несладкий горчица какие-нибудь сухарики для подачи рыбка для украшения колбаска для украшения тоже зелень помидоры короче все прочитаете реально непосредственно для рецепта нужны только баклажаны чеснок йогурт или сметана горчичка масло соль и все все остальное что вы видите этот богатство я выставил на стол только для оформления подачи так сказать вы можете свое что-то придумать итак поехали баклажаны надо запечь так что просто разрезаю каждый пополам спонсорским ножом самуру хай карбон да я не предупредил заранее духовку нужно разогреть до 190 200 градусов остается слегка сбрызнуть баклажаны маслом вот так вот и можно отправлять запекаться примерно на 30-35 минут нагрев у меня верхний и нижний но это неважно встретимся через полчаса и вот так они теперь выглядят сейчас их надо студить можно положить в пакет полиэтиленовый или в чашку накрою чтобы не подсыхали и в холодильник примерно на полчаса час но главное что все остыло так что подождем встретимся с вами через час и итак очередной этап баклажаны остыли теперь надо снять шкурку и для того чтобы соус был более густой желательно избавиться от лишней жидкости попросту отбросить на дуршлаг и все пока жидкость стекает подготовлю чеснок для измельчения я воспользуюсь малый кухонный механизм но чтобы чеснок не разбить пыль быстро его надо хоть немного но все-таки порубить ножом в принципе вы можете воспользоваться чеснокодавилкой если на вас есть что собираем все в пучу баклажан чеснок соль перец немного горчицы и немного сметаны вообще-то люди используют они сметану а не сладкий йогурт я решил попробовать со сметаной потому что она вдобавок еще и кладет майонез а я майонез не хочу сегодня класть майонез уже жирный 78 там 72 процента жира а основные вкусовые составляющие майонеза это уксус и горчица горчицу я и так положил ну вот а вместо вот этого растительного масла у меня будет тот самый животный жир который есть сметане ну так как сметана жирность всего 12 процентов имеет я надеюсь что у меня получится еще более легкая вот этот паста икра не знаю смесь крем-соус ну короче поехали немного пожужжать и еще мировой закусон готов вот супер штука вот элементарно просто но за счет горчицы чеснока сметанки это это великолепная закуска впрочем я знаю вы же только на классной картинке клюете поэтому давайте займемся оформлением я вот прикупил вчера в магазине разных тарталеток и сухариков вот на этом безобразии буду подавать всего сделаю три варианта оформления с огурцом его надо порезать очень-очень тоненько с вот такой ланганисой это традиционная испанская колбаса сыровяленая и с подкопченным лососем я же вам уже показывал как копчу верно вот в этом ролике щелкните посмотрите ну а для удобной закладки воспользуюсь кулинарным мешком можно вообще обычно полизириновый пакет использовать положить туда всю эту смесь отрезать уголок и вперед да и вот сюда супер и по такой схеме все остальные тарталетки ну и завершающие штрихи парочка перышек лука и рыбка базилик и красная помидорка черри так бутончик петрушки и желтая помидорка черри вот такой пример подачи можно к примеру баклажан тоже самый кружочками нарезать запечь и потом на запеченную же или на поджаренный выложить вот эту самую икру или как назвать не знаю так проба первое сухарик с икрой с пастой соусом с баклажанным соусом и с рыбкой очень классное сочетание вот вот классная я в принципе люблю баклажаны запеченные в особенности а здесь за счет использования сметаны и горчицы такой и вкус печеных и вкус кислинки вот этой и перец тут себя тоже дает знать великолепно так теперь попробуем вот эту вот тарталетку из слоеного теста с колбаской с помидоркой интересно какое сочетание здесь получилось потому что я вообще вот эту пасту пробовал без сухариков без тарталеток просто на овощах это было классно так секунду неплохо но с рыбкой понравилось больше потому что колбаса недостаточно яркая нужно либо больше этой колбаски положить либо использовать может большую более острую охотничий колбаски или чириза но это в следующий раз ну и последний так сказать закусончик это так скажем вегетарианский базилик пахнет так классно давно я не делал пиццу маргариту надо будет приготовить и на кадр да вот этот вариант на уровне варианта с рыбкой потому что и базилик дает мощный вкус и огурец дополню свежесть придает что ли такую это классно в общем будете повторять с такой колбасой наверное нет нужно что-то более острое использовать либо перца добавить побольше красного может быть на вот с огурцом и с рыбой сразу просто в путь спасибо еще раз люди за рецепт вам спасибо за компанию повторяйте эти замечательные бутербродики на закуску всем пока